Любой маломальски чувствующий человек подтвердит вам, что нет ничего печальнее счастливого детства, разве что отрочества, когда душа уже требует к священной жертве, а ее никто не принимает в расчет, ни родители, ни учителя. И тогда пленный дух начинает, как говорила моя бабка, выкидывать фортеля, ибо пленный этот дух знает настоящую цену истинным вещам – дружбе, любви, самоотверженности. Цена эта высока. Я никогда не включаю в сборники рассказов первые свои опусы, опубликованные в журнале «Юность». Даже не потому, что они не представляют литературной ценности, просто этот торжествующий щенячий визг надо оставить там, на страницах моей подростковой самоуверенности и упоенности победой. И только когда пришла ко мне первая неудача, несчастная, как и положена ей, юношеская любовь, когда в моих текстах появилась насмешка по отношению к себе и необходимая дистанция между авторским «я» и окружающим миром, Только тогда мои ранние рассказы и повести заслужили, на мой взгляд, читательское внимание. Очень трудно писать о взрослеющей, беззащитной и в то же время жестокой человеческой душе. Я часто вспоминаю свои подростковые годы, ужасные, мучительные, когда не имеет особого значения, благополучна ли твоя семья и любят ли тебя родители. Просто на тебя наваливается мир, и ты должен выстоять в одиночку. А мир — это ведь не только люди, это и бегущие облака, что летят в никуда прямо через твое сердце, И оперенные весной деревья, названий которых ты еще не знаешь, И впервые увиденный водопад, и смерть бабушки или деда, и расставание близких, и жестокая дворовая драка — Это явление густого потока жизни, которые взрослые, любимые и оберегающие тебя люди уже не в силах для тебя отфильтровать, А чистить, так, чтобы остались лишь красота, любовь, смелость и справедливость. Это первые уроки противостояния личности к обществу. Он был талантливый и смешной. На мой взгляд, редкое и милое сочетание. Я не могу сказать определенно, в чем выражался его талант. Он был очень музыкален. Он был, как говорится среди музыкантов, слухачем. Но не это главное. Он принадлежал к той породе людей, которые способны мгновенно воплощать в слова и жесты все удачное и прекрасное, что мелькает в их воображении, воплощать метко и образно, не тратя времени на режиссуру. У него получалось все так легко и свободно, словно он долго репетировал. Алтухов изумительно владел своим телом, интонациями своего голоса, мышцами своего лица и мог моментально воспроизвести любой, увиденный где-то жест или движение, любой услышанный разговор. Он изображал так, что мы все обалдевали. Он чертовски захватывающе рассказывал всякие небылицы из своей жизни. И мы верили, и мы хохотали, и глядели на него восторженными, влюбленными глазами. И вдруг он уходил. Он поднимал воротник своего синего плаща, брал подмышку футляр со скрипкой и уходил по узенькому тротуару прочь от консерватории, не появляясь в ней неделями. О существовании Юрки я узнала в тот день, когда у нас пропала лекция по анализу музыкальных форм. Бог знает, из-за чего пропала, то ли преподаватель заболел, то ли очередное мероприятие на кафедре проводилось, мы толком и не узнали. Алтухов как-то сразу заморочил мне голову, и мы от нечего делать пошли мотаться по магазинам. Это было очень увлекательное путешествие. — Пойдем знакомиться с манекенами, — сказал Алтухов. — Заведем себе парочку друзей. Они прелесть. Эти манекены, знаешь, вежливые, милые, без претензий на духовное богатство. Я засмеялась. В витрине магазина музыкальных инструментов стояла девушка-манекен со скрипкой. Шейка скрипки покоилась на ее раскрытой гипсовой ладошке, а удивленно приветливые гипсовые глаза созерцали пульт, на котором стоял перевернутый вверх ногами самоучитель игры на баяне. Манекен не был приспособлен для демонстрации музыкального инструмента и был похож на девушку, играющую в стоп-замри. Правая рука с нечеловечески длинными пальцами указывала на левую, и девушка как бы предлагала нам взглянуть и подивиться, что это за штуковину вставили ей между шеей и кистью левой руки. — Слушай, слушай! — вдруг воскликнул Алтухов и остановился. — Как мне грустно от этой девушки. — Почему? — Наверное, потому, что мы с ней похожи. — А знаешь, чем? — он засмеялся. — Тем, что одинаково разбираетесь в скрипичном репертуаре, — съязвила я. — Тем, что она успела сделать в жизни примерно столько же, сколько и я. Не обращая внимания на мой выпад, — серьезно сказал он. — А ведь она существует гораздо меньше, а? И задумался, поеживаясь от ветра и прячу подбородок в ворсистый коричневый шар. Мы обошли еще несколько магазинов, и вот тут я заметила, что его тянет в отдел игрушек, а меня туда почему-то не тянуло. Я с трудом затащила его в отдел верхней одежды и заставляла держать вешалки, пока примеряла всякий пальто. Рядом со мной какая-то маленькая толстая женщина крутилась возле зеркала, пытаясь увидеть в нем свою спину, вернее, хлястик на спине. Ее светлые волосы были скручены желтой резинкой на затылке в пучочек, а зубы почему-то росли здорово вперед, очень вперед. Признаться, я еще в жизни своей не видала женщину с такими короткими толстыми ногами, и чтобы зубы у нее настолько росли вперед, что казались самым важным органом осязания. Я аккуратно повесила пальто на вешалку, которую Алтухов держал, как робот, беспомощно оглядываясь в толпе женщин, и тихо сказала, «Алтухович, знаешь, если бы у меня была такая внешность, я бы уже не покупала себе пальто. Я бы уже ничего не покупала». «Ей холодно зимой, понимаешь?» — ответил он. «Но если ты когда-нибудь заметишь, что у меня стали такие ноги, убей меня, пожалуйста». Снег прекратился, но небо оставалось угрюмым и было похоже на старую шинель, тяжелую и плохо греющую, которой накрылся хворающий зимой город. На троллейбусной остановке стояли всего двое — старуха в сером пуховом платке и высокий мужчина в коротком полушубке. Он нетерпеливо посматривал на часы и щурил раскосы и темные глаза. Евка остановилась и прислонилась к будке с газоводой, чтобы можно было наблюдать за мужчиной. Она и не думала подходить к нему. Ей было хорошо стоять так поодаль, чувствуя в груди теплые толчки сердца и следить за милыми, дорогими движениями этого человека. «Отпустил усы», — подумала она, — «и ему очень идет. Молодит. Он стал похож на Д'Артаньяна средних лет. А в пальто, конечно, свернутая в трубочку газета». Не подойду. Он куда-то спешит. Но вдруг ей стало страшно, что вот сейчас подойдет троллейбус, и этот человек уедет куда-то по своим делам, и бог весть, когда они еще встретятся, так случайно. Только подойду и спрошу, скучает он по мне или нет, — подумала она. «Любопытно, скучает или нет?» Она подошла к нему сзади, тронула за рука в полушубка и негромко сказала «Папа». Он вздрогнул, обернулся, и он взял в ладони ее лицо и, взволнованный и радостно, вглядываясь в него, быстро сказал «Евочка, детка моя родная, откуда ты здесь? Что ты тут делаешь?» Но Евке важно было задать ему сейчас тот вопрос «Ты шкучаешь по мне?» Теплые отцовские ладони не выпускали ее мордочку, поэтому слова звучали смешно и шепеляво, как будто Евке было три года. «Шкучаешь по мне?» Отец засмеялся, сказал «Скучаю, конечно, детка моя!» Он отошел чуть-чуть назад «Как ты вытянулась! Какая ты стала хорошенькая! Повернись! Тебе мало это пальто! На днях купим новое!» Он говорил, быстро перебивая себя, смеясь и жадно дыша на озябшие Евкины руки. «А я был у тебя три раза, но не застал!» «Я не живу дома!» Улыбаясь и разглядывая его, сказала она «Я живу уже полгода у маминой тети, тетя Соня, помнишь?» Я не могла больше жить одна в пустой квартире. «Это очень тяжело!» «Ты спешишь куда-то?» «Что?» «Мы не виделись полгода!» «Я так рад, что встретил тебя!» «А я с репетиции!» «Помнишь, я тебе говорила, что играю в оркестре?» «Не помнишь!» «Если ты не слишком торопишься, сядем в том скверике на скамейку. Там хорошие скамейки!» «Да-да, конечно!» «Сказал отец!» «Они сели!» «Отец достал пачку сигарет, закурил!» «Ты куришь?» Улыбнувшись, заметила Евка. «Удивительно!» «Не поддаться соблазну в юности и начать курить в сорок лет!» «Это тетя Соня к тебе хорошо относится?» «Она по-своему ко мне привязана!» «А я нет!» «Ты же знаешь, я человек без привязанностей!» «Мама пишет!» Осторожно спросил он, глядя в сторону. А Евка смотрела прямо ему в лицо, улыбаясь и вглядываясь в морщинки у глаз. Вблизи отец не казался таким молодым. Она смотрела на свернутую трубочкой, торчащую из кармана газету, и ей было хорошо и спокойно, как в детстве, когда все они были вместе. «Мама пишет, шлет деньги, зовет к себе, в общем, делает все, что в таких случаях полагается делать, но я не поеду, я не нужна ей». Евка вдруг вспомнила Акундина и спокойно сказала, «Мама в расстроенных чувствах, ты же знаешь, она второй год в расстроенных чувствах, она тебя любила больше, чем меня, наверное, поэтому уехала, когда ты ушел». «Маму не надо осуждать, Евочка», так же осторожно сказал отец. «Ни в коем случае», — подтвердила она, «я не судья, папа, да и бесполезно осуждать женщину, которая может два года жить вдали от своего ребенка, это уже бесполезно». «Я никому не привязана, поэтому не имею права осуждать ни маму, ни тебя». Она помолчала. «Я только давно хотела спросить тебя, папа. Я понимаю, что любовь к женщине может пройти, но мне всегда казалось, что любовь к своему ребенку, во всяком случае, пока он жив, чувство неприходящее. Разве это не так?» «Ты можешь расценивать это, как простое любопытство. Простое любопытство, потому что, видишь, мне уже не больно говорить об этом. Я говорю спокойно, как говорят о давно умершем близком человеке. Единственное, что бывает больно по вечерам, это то, что я совсем одна». «Евочка, я... я замотался совсем, — забормотал отец, — с семьей, с квартирой. Я же предлагал тебе жить с нами. Ты отказалась?» «Я не судья, папа», — мягко улыбаясь, повторила Евка. Она протянула руку к его лицу и провела мизинцем по левой полоске усов. Кто-то изобрел прекрасную формулу «Жизнь — сложная штука». Это замечательный щит для всех от всего на свете. «Жизнь — сложная штука!» И баста! Как объяснение и оправдание всех ошибок в мире, а я не судья, чтобы осуждать, и не Христос, чтобы прощать. Я, папа, просто равнодушный человек». Отец оторвал, наконец, взгляд от снега и задумчиво и горько посмотрел на нее. «Ты стала совсем взрослой». Евка вздохнула и удивилась про себя своему спокойствию. «Ну же!» — сказала она себе. «Что же ты молчишь? Что же ты не скажешь ему всего, что накопила ночами? Помнишь, ты мечтала о том, как встретишь его и бросишь в лицо? Вы оба предатели! Вы оба бросили меня! Ты ради той женщины, мать от того, что кроме тебя, ей никто не нужен, даже дочь! Вы убили меня в четырнадцать лет! Я не живу! Я совсем одна на свете!» Но ничего этого ей не хотелось говорить. Ей было жалко. Человека, который в сущности был намного счастливее ее, почему-то жалко. Ральфа принесли в дом двухмесячным младенцам, когда Шура была уже взрослой, абсолютно самостоятельной и своенравной особой. Как известно, у каждой кошки свое выражение лица. Так вот, Шура озиралась вокруг с видом властным и чуть высокомерным. И голос был бесподобным. Вкратчивый голос женщины, изображающей кошачьи мяуканье. Она не поняла или не захотела понять, что этот пескунок вырастет со временем в охотничьего пса и с первого дня установила над ним презрительную опеку. Вылизывала его, выкусывала блох, но время от времени и лупила по морде безжалостной лапой. Так что Ральф вырос в трепете перед властью Шуры. Он благоговел и никогда не посягал напередел этой власти. Субтитры создавал DimaTorzok